Друзья, всем привет! С вами Георгий. Добро пожаловать на мой канал о редких растениях и суккулентах раритет. И сегодня я вам расскажу о том, как я выношу свои растения на улицу. Вот вы можете видеть, что они стоят у меня просто под открытым небом. Ящики с растениями. В основном это 7-сантиметровые горшки. Это горшки объемом 250 миллилитров. И здесь вообще все суккуленты, кроме, наверное, только хаворти и гастерии, потому что они у меня находятся под притенением. Круглый год в теплице вот там стоят. И им не нужен такой яркий свет, как, например, ионимум, толстянка, всякие мочеверием, седумом и прочим. Вот я даже кактусы некоторые вытащил здесь, поставил. И им вполне себе хорошо. Агавы тоже прекрасно здесь на улице могут находиться. Но вот вы видите, что сейчас солнышко, вот небо, теплица. Там я лавочке, беседка. В общем, вот растения себе стоят, ничего не горит, все прекрасно, хорошо себя чувствуют. Их поливает исключительно дождь. Я поливаю только если прям реально засуху, там неделю нет дождей, и вижу, что они уже начинают сморщиваться. Тогда я их поливаю. Что касается выноса их на свежий воздух и адаптации, то лучшее время это конец мая, но когда уже нет риска заморозков, либо там какие-то минимальные заморозки. Плохо, если будет дождь, а потом заморозки, тогда они могут пострадать сильно растения. В этом году я выносил в начале июня, потому что постоянно лил дождь, и была очень плохая погода для того, чтобы выносить. Чтобы вынести растения и вот так вот поставить их на улицу, лучше выбрать какой-нибудь пасмурный или дождливый на самом деле день. Хоть намокнешь, но зато растения будут изначально адаптироваться к улице и к яркому свету постепенно, в пасмурную погоду, потому что не так много солнышка. И они постепенно начинают солнцем выходить, приучаться, не будет такого, чтобы резкого вынесли, и растения пострадают. Если взять, вот в прошлом году, например, я выносил красолу Авату Сорт Санса, целый ящик вот так же. И я вынес резко вот так вот, в такой вот жаркий день, солнечный, и она у меня буквально через неделю вся осыпалась, сгорела просто. И получилось, что растения получают такие, в общем, ожоги, любые причем растения, будь то и чаверия, ну вот все, что я перечислил, они могут получить ожоги. Сейчас вот я посмотрю, может быть, какие-то из них я увижу ожоги, я вам покажу, как это выглядит. Что на улице плохо? Давайте про это. Что хорошо, понятно, потому что хорошо, что солнышко там в ветерочках обдувает, хорошо, что водичка полезная дождевая льется. Плохо это сорняки, которые ветром, хочешь не хочешь, заносят. Плохо это возможные вредители. Например, я заметил, что бывает на них червец откуда-то лезет. Вот именно на уличных, которые на улице стоят, потом хоп-хоп, найдешь там какой-то червец где-то. Ну, обрабатываешь как бы не проблема, но тем не менее, то есть я отмечаю это для себя. Еще что плохо? Плохо, что они могут сгореть, могут стрессануть. Если вы их вынесли, и они, в общем, резко схватили солнце, например, думали, будет пасмурный день, а этот день получился такой ядерный, в общем, они могут сгореть. Могут выгорать некоторые, то есть пестролистные сорта могут так выгорать, что они будут просто серенькие какие-то. Могут, вот если дождей много, вот так вот подгнивать серединка может. Еще может их побить град. Видите вот эти отметки, такие, как подсохшие? Это был град, и он долбил мои растения. Ну, ничего не поделаешь, как бы природа, и они постепенно восстановятся. Если еще затяжные дожди и холодно, то может грибок на них полезть, а может все вместе. Вот растение, если залито, получается, дождем, и что-то ему не понравилось, просто может погибнуть вот так. Ну, из листьев еще и шанс что-то вырастет. А так, в целом, посмотрите, то есть 95% растений прекрасно себя чувствуют. Котеледонам тоже очень нравится на улице. Ну, и я вот так понаблюдал, что большая часть из них хорошо себя чувствует, как бы какие-то страдают, но и все равно я вот некоторое количество растений выношу в ящиках, мне удобно, раз-раз. Посмотрите, киви какой шикарный. В теплице он более розовый получается, а здесь не солнце, он прям вообще горит аж. Всякие вот ионимом вообще очень нравятся улицы. Посмотрите, какие толстяночки милые получаются, прям вообще тоже красота. Вот толстянкам очень нравится, толстянки редко горят. Но даже ионим, а что говорить, вот такие вот нежные всякие, они редко горят. В основном, я говорю, от града они страдают, а еще могут их птицы поклевать. Птицам могут почему-то понравиться ваше растение. И всякие сороки, они даже ради интереса могут просто их выдергивать из горшков. Вот такие вот собаки, и ничего с ними не сделаешь. А толстяночки прям вот эти миниатюрные, всякие каримбулозы. Прям очень красивые получаются, мне нравятся. Ну, трава где-то растет. Ну, как бы природа, что поделаешь. Вот что-то хорошо, что-то не очень хорошо. Поэтому... Да, про уличные еще растения. Вот всякие молодила. На улице прям очень хорошо себя чувствуют. В теплице не так хорошо, потому что они любят перепады. Большие любят прямое солнце. И вот, которые я сажал на горку, они у меня вот здесь, эти горшки, то я их на горку тут вот еще поставлю. Вот я вам подарю чай. И вот они без проблем у меня зимовались, я вот так вот стоял. Какие-то цвели. Цвели. В общем, все идет своим чередом. Я вот ионим, говорю, выношу. Мне ионим очень нравится, как на улице выглядит, потому что они получаются такие плотненькие. И очень яркие. А четкие тоже вот красивые на улице получают. Смотрите, какие яркие. Растения со всякими вот толстянкой с фиолетовым листом снизу. Она может выгорать, и он зеленеет просто. Она более яркая получается в темноте. Ну, как в темноте. Под притянкой где-нибудь под стеллажом. Ионим киви прям вообще красавчик, конечно. Смотрите, какие милые. Мне они очень нравятся. Я вот прям хожу, они как огоньки, и прям тащусь с них. Конечно, вытаскивай на улицу все эти, когда дуванчики еще летают. Ты себе обеспечиваешь дополнительные заботы с прополкой и со всей этой историей. Но ничего не поделаешь. Хочется экспериментировать, хочется пожестче подержать растения. В идеале, я думаю, конечно, вот так не на пол, как я их ставлю ставить. Ну, хотя у меня здесь бетонная вот эта площадка, просто под брусчатками. Все, сорняки какие-то уже растут. Хотя я перед тем, как вытаскивать, я все проливаю. Торнадо или какой-нибудь гербицид. Ну, вот еще не прошло неделю, как я пролил. И они еще не все засохли, эти одуванчики, ерудки и прочие, все сорняки. Ну, в общем, не суть. В идеале, конечно, сделать какие-то столы или стеллажи уличные и на них выносить, ставить. Я себе не делаю, потому что мне снег надо убирать. Я вот эту площадку там зимой снегом заваливаю в горы. И столы лишние, не хочется хлама, поэтому я ставлю просто вот так на пол. Можно еще дополнительно ящиков закупить, конечно, и на ящики ставить. Ну, как бы плюс-минус мне вот наклониться лишний раз, не лень размять булки. Все хорошо получается. Поэтому вот этого количества мне для улицы хватает, чтобы вот так посмотреть, как они растут, как себя ведут. А так, конечно, это дополнительная проблема их туда-сюда таскать. Ой, лебеда выросла. Давайте ее уберем. Вот. Вот видно всякие отметины тоже от Грады на Толстянках. В Бриви-поле вот эта краска отлично загорает. Роджерси получается по осени такая вот эта сейчас на зеленая, а по осени получается такая на салатовая с красными листьями. То есть интересно смотреть на растения вот в таких условиях жестких, да, когда их ветер обдувает, дождь поливает. А может сказать, они стрессуют, там, днем 30, ночью 5 градусов тепла. И как они себя ведут. Вот эта красолка тоже какая-то симпатичная. Видите, на улице тоже на них появляется все, как на луговых растениях. Там пятнышки какие-то, точечки сухие. И люди, вот любители, особенно начинающие, любят акцентировать внимание. Ой, какое-то пятнышко, ну, боже мой, прыщик выскочил, оно засохнет. Ну и что там, все заживет, будет хорошо. Несмертельно. Если какая-то мягкая гниль пошла или гниет растение, там, погибает, там, подсыхает, да, это проблема. А пятнышки все, выйдите, вот к дереву подойдите. У нее только, когда листики молодые, весной тогда, они все здоровые, все красивые, все идеальные. А летом уже получается, и осенью листики могут все покоцаны быть, там, рваные какие-то в пятнах. Ну, поэтому это все биология, оно все хочет жить. И грибки тоже хотят жить. Поэтому, что вы думаете? И на солнце есть пятна. Нужно стараться, конечно, вот я тоже стараюсь все лучше делать, чтобы все было чистенькое, идеальненькое, гладенькое. Но природа берет свое, и против нее не пойдешь. Посмотрите, вот я все снимаю. Это седом дозефилом, крупная в форме, форма Мэйер называется. Очень классная, мне нравится. Вот тоже, как она улица растет. И вот уже даже горшков не видно. Она просто вообще стелется. Посмотрите, какие-то горшки. Ой, как они мне нравятся. Прям вообще такие зайки. Все, срослись, два горшка срослись, прикиньте. Я вот их беру, думаю, один сейчас вытащу, а они два поднимаются. Там, кстати, корни у него такие прям ядерные. Они до дна горшка идут. Смотришь, какой кайф. Я его развожу с маленького кусочка. Развожу третий год. Вот сейчас это, наверное, второй ящик у меня, который есть. Он воду любит тоже. И корни, вот я снимал тоже видосик. Очень глубокий у него и толстый получаются. Вообще кайфовое растение. А четкие есть некоторые прям, конечно, недооцененные. Мне нравится. А вот, грабтопиталум супервым. На нем хорошо видны следы от града. Нет лопаты. Посмотрите. Видите, какие прям круглые выбоинки? И это следы от града. Но ничего, через месяц-другой это все зарастет. Лисят валятся старые нижние. Новые вырастут. И все, красота будет. Агавы, кстати, ни от чего не страдают. Ни от града, ни от снега, ни от заморозков. Поэтому агавам вообще на улице кайф. Вот у меня седом клаватом тут же на улице. Это похивереть и тубанс. Мне нравится обычный, вот даже грабтопиталум парагвайский. Какой на улице белый становится. Ну, сейчас тут дожди были. Еще они такие зеленоватые, конечно. А бывают они прям вообще белые. Купидончики тоже на улице хорошо растут. Вон, смотрите, какие милые. Поэтому, друзья, если вдруг погода у вас солнечная стоит, то вы не спешите выносить или выносите вечером, а потом растения просто накройте. Какой-нибудь хотя бы марлей или каким-нибудь агроволокном. Чтобы притянить хотя бы первые несколько дней. А то вы рискуете, что у вас растения просто погорят. И будет некрасиво. Сейчас я какую-нибудь погорельцу найду. Если найду. Вот даже, видите, куча. Мне нравятся такие кучи. Сажать. Это я всякие листики. Вот то, что у меня остается. Маленькие череночки по горшочкам сажаю. И такие прям самобытные какие-то садики нарастают. Наверное, надо их в группе выложить на продажу. Потому что их уже накопилось много горшков. И здесь прям горшок сюрприз. Сколько в нем видов, не знаешь. Прям вон. Они растут как дернина. Посмотрите, где-то ичеверие. Где-то не только. Где-то всякие смеси. Интересные. Ходишь тоже и разглядываешь. У меня большой виндесадик. А вон там тоже какие-то классные. Вон, посмотрите, козявки какие. Через пару месяцев они уже будут большие. Видите, козявки растут под солнцем. На солнце, вот напрямом, очень хорошо всякие агавоиды сокрашиваются. Вот видите, липсика какая она. Или эбани. Маленькая. А уже такая яркая. А в теплице они зеленые. У меня было видео. Ой, сейчас сорняк я вижу. Дотянусь заодно. Господи. У меня уже все. И йога, и пилатес в одном. С этими растениями. Растяжка уже. Как у пантеры. Вот. Что еще прикольно на улице растет? Прикольно растут всякие чувери с наростами. Посмотрите, вон лингосы какие. Наросты на них просто бушуют. Хорошо ребятам и любителям, кто выращивает в южных регионах всяких. Вот на Украине прекрасно. Там ребята вообще прям сажать на грядку все это на лет. Кайф растет. Я когда маленький был, я тоже в парнике у бабушки высаживал. И у меня все хорошо рассловно. Тогда у меня каудекс, наверное, там были. Им все это дело очень нравилось. А фаерболы, кстати, они все-таки требуют, ну как бы, такого легкого хотя бы притенения. Тогда у них пигмент более яркий. А если их прям шпарит солнце, то они какие-то такие коричневатые получаются. То есть всего надо в меру и надо это все чувствовать, уметь, понимать. И учиться потихоньку всем тонкостям и нюансам. Вот это мне нравится еще красота. Том-тум, которая. Ой, какие они красивые. Вот я их все люблю, честно скажу. Смотрите, какая малышня какая классная. Вот они еще подзагорят и будут еще лучше. Пестролистная форма ее хорошая. Но пестролистная форма она на улице, я думаю, погорит. Еще вот что плохо, вот кактусы я выставил здоровенный. Что плохо, вот дождик его полил, этот ахинопсис. Я его выставил, потому что в теплице получается у него колючка как-то слабее начала расти. Я думаю, выставили его на улицу. И все с ним будет нормально. А он, собака, после дождей взял и треснул. Ну вот что с ним поделаешь. Значит будет как-то очухиваться. Ничего не поделаешь. Вот он так захотел. И бесполезно что-то с ним делать. Ну может каким-то лакбальзам замажили, воском залив. Посмотрим. А может сам подсохнет, жить захочет. И все, с ним будет огонек. Вот. Так что экспериментируйте, выносите суккуленты на улицу. Но лучше начните с тех, которые вам не жалко. Потому что если потеряете какие-то хорошие, редкие, будет более обидно, чем если потеряете какую-то траву. Но я говорю, самое, что неприхотливое, это всякие его толстянки, чаверия, ионимы. Их сложно убить. Каланхоя тоже. Кателедоны. Вот это все брать, и легко можно вставлять. Ой, у меня тут даже ящик триколора стоит. Смотрите, я даже не помню, что бы я его вставлял. Я все отхожу, а какого-нибудь угорелого аборженца ищу. Ой, Манантос, Муралис вот стоит. Видите? Он светет как хорошо. Ну красавчик же, да? Где ты, угорелец? Ну вот нету, видимо, тех, которые бы сгорели. Сейчас я найду. Все-таки найду. Здесь вот, конечно. Нет, это маленький листик подгорел. Так. Здесь уже труп. Его я показал. Сейчас найдем. Здесь же у меня, кстати, стоит вот цветущая агава, которая в том году цвела. И видите, еще до сих пор она не умерла. Жить хочет, хочет размножаться, наверное, даст мне кучу детей. Ну вот этот вот ствол, ее, наверное, с меня ростом. Ствол цветанов. Ну почти с меня. То есть там метр-полтора, а то и метр-семь, точно. В общем, вот так. Так, ну ладно, вот я вижу чехол Хуэнзис. Вот она подгорела. Сейчас достану. Вот смотрите, как ожог выглядит. Видите? Такие пятна, характерные с той стороны, на которую попадало солнце. Ну вот что-то вот ей не понравилось. Может быть, это я просто в ящик, вот в этот, к этим мочеверям доставлял, чтобы место свободное заставить. И поставил откуда-то не солнечное место, а, в общем, потом уже, прям на солнце. Ну какая-то могла такая ситуация быть. Вот растение, когда резко падает на солнце, у него может вот такая вот фишка случиться. Она вот так сгорает, и у него получаются темные пятна на листьях. Что делать в такой ситуации? Да ничего не делать. Можно притянить, либо она уже сгорела, и ничего с ним не сделаешь. Само адаптируется. Жить захочет, не так раскорячится. Вот белая, да, вот это ожоги. И, в общем, ничего страшного, вы оставляете просто, ну, сгорели и сгорели молодые листочки растения. Это козюля в семерке маленькая. Поэтому пусть она растет дальше, и просто, в общем, к осени уже и воспоминаний не останется об этих ожогах. Потому что вырастет большая розетка, особенно если поливать все это хорошо. Кто идет? Кто идет? Ты мне тут не будешь топтать растение, а, шпиц? Не надо, Варя! Монстр! Ну что ж ты делаешь-то, а? Ну кто рожей наглый? Кто рожей наглый? Ну такая сладкая, ну как ее ругать, а? Как такую собаку ругать? Вот видите еще, что может быть опасного на улице? Всякие вредители могут быть, да? Типа шпицах каких-то, которые шныряют здесь. И топчат растения. Она еще такая тяжелая, наступает на горшок. Но сейчас они сухие, если он влажный, все, она его в лепешку давит. И как будто тот специально пару по ним ходит. Негодяйка, конечно. Ну шпиц, что с него взять? Он сожрал мне тут всяких растений немало. Ценных. Так что вот так. Ладненько, друзья. Я вроде бы все сказал, что хотел. О растениях, как их выносить на улице. На этой ноте я с вами прощаюсь. Всем желаю красивых растений. Чтобы у вас все без проблем росло на улице. Все красиво выглядело. Было здорово. И вас только радовало. Подписывайтесь на канал. Ставьте мне лайки. Пишите комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok